Мир вам! Конечно, трудно говорить после стольких слов о себе. Я так уже опускал, опускал голову, но ниже уже нельзя было, пришлось слушать. Но, знаете, я всегда говорю, главное, награда нас ждёт на небесах, как говорит Слово Божие. Я приветствую вас, город света, мир вам! Вы знаете, я, когда несколько лет тому назад был здесь у вас, и потом я писал вашему замечательному пастору Дмитрию Владимировичу о том, что свет – это не просто свет, который освещает нам жизнь, а это свет вашей церкви должен освещать человеческие сердца, человеческие души. Бог не знает, как мы выглядим, какой у нас свет кожи, какие у нас носы, он не видит, во что мы одеваемся, он только знает наши души, он знает только наше сердце, и для Бога это самое главное, и для нас тоже. Поэтому я счастлив. Ну, нет, это не просто красивые слова, потому что я в Киеве вот уже послезавтра улетаю, я к вам из Минска, я не буду много проповедовать, у вас много проповедников, вы знаете Слово Божие. Я только скажу вам, что я верю и всю жизнь повторяю, что все наши самые важные встречи и расставания на земле Бог назначает на небесах. И поэтому нашу сегодняшнюю встречу я воспринимаю как назначенную Богом. Я не знал, что буду у вас, я не знал, что увижу дорогого Дмитрия Владимировича, я не знал, что увижу его дочку, которую я помню маленькой, а сейчас она девушка-барышня. Я не знал, что буду стоять перед вами, но я знаю, что этого хотел Господь, и вот мы с вами вместе, да будет прославлено имя Его нашими минутами. И я хотел бы, чтобы в эти минуты, которые нам Господь дал, чтобы Его Слово, и Он Сам через нас, через меня, может быть, говорил с вами и со мной. Вы знаете, я... Вы сегодня много говорите о любви, я бы даже назвал вашу церковь, ваш храм, не только город света, а церковью, храмом любви, потому что очень много о любви вы говорите. А вы знаете, но любовь, она, как бы, слово очень красивое, но и сдерганное, и стертое, и ею пользуются этим словом, пользуются и политики, и обманщики, и воры, и негодяи, и все плохое, что в этом мире, используют это прекрасное слово «любовь». Вы знаете, мы сегодня много говорили о любви, я слушал и радовался, но я вспомнил, как Иисус Христос выходил из Гефсиманского сада, и Он сказал слова для нас, для сегодняшнего дня, для вас и для меня. Он сказал, во многих охладеет любовь, во многих охладеет любовь. Он Бог, Он видел будущее, Он видел нас с вами, Он видел Украину, Он видел всех, кто живет на этой земле, и Он сказал, во многих охладеет любовь. Но для того и дети Его, идущие за Ним, живут в этом мире, и вы, и ваша церковь, для того, чтобы возбуждать эту любовь в человеческих сердцах во времена мрака, насилия, крови, убийств на этой земле Украины, которой столько много крови, столько много насилия, столько много неправды, но прекрасная земля дана Богом человеку, и на этой земле вы и должны быть светом для этого мира. Вы и должны быть светом для этого мира. И сказано в Слове Божьем, «Потому узнай, чьи вы, как мы будем вести себя в этой жизни». Я недавно написал слова такие, «Все умирает в этом мире». Я повторяю вновь и вновь. Не умирает в этом мире лишь Слово вечное – любовь. Вы знаете, в Библии должно было умереть бы это Слово. И вот так избивали, и вот так расстреливали, и вот так убивали, и вот так фальсифицировали. И должно было умереть, но есть Господь, наш Бог любви. Наш Бог любви, Господь наш. И это Слово Его о любви живет с нами. И поэтому живет любовь на этом свете. Вы знаете, и в Библии еще записаны такие удивительные слова. Мы знаем многих людей, которые там и в Раде говорят, и в Думе Российской, и в Американском Конгрессе, где я служу, говорят, что вот мы любим Бога. Но любить просто Бога – это неправда перед Богом. Ему не нужна наша любовь, если мы не любим ближнего своего человека. Аплодисменты. Человека. Конечно, я понимаю, Бога любить намного легче, чем человека. Боги мы любим непорочно, непорочную личность, которая дала за нас жизнь, за наши грехи, которая страдала на кресте, которая принимала удары гвоздей, которая страдала и говорила в тот момент, когда умирал, Он говорил, Господи, прости их, ибо они не знают, что творят, что делают. Мы могли бы так сказать. Я о себе не могу так сказать. Да, я иногда позволяю себе поступки такие. И когда я с Тимофеем Нагорным заодно скажу, это самый смелый и честный, и чистый человек во Украине. Я многих знаю, я со многими работал, я со многими говорил, но когда я еду на самые опасные участки жизни, я ничего не боюсь, потому что Он со мной, а с нами Господь Иисус Христос. И я вспомню эти слова, которые записаны в Слове Божьем. Лицемер. Я так отвечаю этим людям. Я ничего от себя не говорю. Я просто вспоминаю эти слова, которые говорят, мы любим Бога. А человеки забыли и в Раде, и в Конгрессе, и в Думе. Никто не помнит о человеке. Человека любит трудно. Бога любит легко. Человека любит трудно. С лицемерием в глазах. Я смотрю в глаза, я знаю, он меня обманывает. Но я должен его любить. Я смотрю в глаза, я знаю, что ему что-то от меня нужно. А он не просто так вежливые слова мне говорит. Но я должен все равно его любить. Потому что он творение Божие. Потому что не сказано мне того любит, а этого не любит. Я должен его любить. И я когда-то сказал, даже если я кое-что сделал для Бога в этой жизни, но даже если бы я сделал все самое лучшее для Бога и прошел равнодушно мимо страдающего человека для Бога, я сделал ничего хорошего, ничего хорошего, если я пройду мимо страдающего человека. Поэтому для меня не важны в жизни были какие-то успехи, когда там громыхали аплодисменты. Для меня было важно в этой жизни не потерять ориентир. Помнить, что наш Бог, Бог любви. И я должен помогать тем, кто страдает. И вот напоминаю вам эти слова. Лицемер. Как ты можешь любить Бога, которого не видишь, если ты не любишь ближнего своего, которого видишь? Как? Значит, мы обманываем, мы врем, но мы любим Бога, если мы не любим человека. В Библии записаны слова и вера, и надежда, и любовь. Все важно, но любовь наипаче. Любовь – самое главное. Был такой поэт, которого расстреляли, Николай Степанович Гумилев, муж Ханы Андреевны Ахматовой, который написал такие строчки, я часто вспоминаю их. И есть Бог, есть мир, они живут вовек. А жизнь людей – мгновенную у Бога. Но все в себя вмещает человек, который любит жизнь и верит в Бога. Аминь. И я хочу вам сказать, что не бывает безвыходных положений, бывают трудные положения, бывают критические положения. И я знаю, что в этой стране будет возрождение Духа, будет возрождение силы, будет возрождение радости, будет возрождение счастья, ибо эта земля, политая кровью, слезами и потом, заслуживает этого. И меняются президенты, меняется Обама, Трамп, Порошенко, Янукович все, но Господь остается. Президенты меняются, а Господь остается с нами, с вами и со мной. И если я сегодня буду взят туда, на небеса, я скажу, Господи, благодарю Тебя за то, что в этой жизни я знал Тебя, а Ты нашел меня. И вы благодарите Бога каждый день за то, что Он нашел нас в этой трудной, лицемерной и грязной жизни. И в Его свете мы можем становиться лучше, чище, сильнее и больше любить, и больше любить не только Бога, а человека. Ибо, знаете, есть такой духовный закон. Если мы любим Бога, Бога, запоминайте, то мы обязаны любить человека. Если мы любим Творца, мы обязаны любить творение. Мы обязаны. Но! Если мы любим человека, мы показываем, что мы любим Бога. Это один процесс. Любить Бога – значит, любить человека. Любить человека – значит, демонстрировать свою любовь к Богу. Слава Господу за вас! Я знаю, что у каждого из вас, у каждого человека в этом зале есть раны на сердце, есть шрамы на сердце. Мы иногда встаем ночью для того, чтобы думать о том, что происходит в этой жизни. Мы попадаем в ситуации, когда нам кажется, нет выхода, но есть выход. Я есть и путь, и истина, и жизнь, сказал Господь. И давайте стоять на этой дороге. Давайте стоять на этой пути, где идет впереди нас Господь. Очень много дорожек уходит с этой главной дороги. И нас приглашают на эти дорожки. Но помните, дорога та, на которой стоит Христос, она ведет Голгофи. Она ведет Голгофи. И в этой жизни, если мы дети Христа, мы должны повторять Его жизнь. Она повторяется в нашей боли и страданиях. И чем отличается человек верующий от неверующего? Просто есть люди, которые страдают. Но человек верующий знает, когда нам больно, одиноко и страшно в этой жизни, то мы этим одиночеством, болью и страданиями повторяем одиночество, боль и страдания Иисуса Христа. И этим мы отличаемся, потому что мы знаем, почему мы страдаем. Иисус Христос много раз уже уставал от людей, от человека. Он повторял уже уставшим голосом. Я записал, кстати, на диске Евангелия от Иоанна. Он повторял, истинно, истинно говорю вам, а мы не слышали Его слова. Христос пришел научить нас в этой жизни любви, и мы оказались плохими учениками. Но мы можем каждый день, каждую минуту, каждое мгновение учиться любить у Него. Любить – это не просто так. Любить – это не просто так сваливается с неба, а учиться любить. И вот я говорю вашей церкви, нам всем надо до последнего дня жизни учиться любить у Господа нашего Иисуса Христа. И заканчивая нашу короткую, но я верю, благословенную встречу с вами, да, много можно чего вспомнить. Со многими людьми я встречался, со многими говорил о Боге, со многими молился. Я помню, как я молился в Кремле с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, и он спросил меня, а почему вы так же упомянули о моей маме? Я говорю, потому что она – творение Божие, Михаил Сергеевич, и она любит вас. И поэтому я это, понимая, молился о ней. Так много было такого. Ну вот, давайте вспомним тоже Евангелие от Иоанна. Сегодня мы много вспоминали. Иисус прощается со своими учениками. Со своими учениками. И вот все сидят и чувствуют, что предстоит что-то необыкновенное. И вдруг он начинает спрашивать, Господь, у Петра, ну, Петр самый, как бы, крепкий, самый сильный по описаниям Библии апостол, и он говорит ему, любишь, Петр, любишь ли ты меня? И Петр говорит, конечно, ну, конечно. Конечно, я люблю тебя. Конечно, люблю. Проходит опять время, вспоминайте. Иисус снова обращается к нему. Петр, сын Семененов, любишь ли ты меня? И Петр уже чуть-чуть раздражающий, хоть апостол, но тоже человек. Он говорит, ну, люблю же я. Сказал Господь, я люблю тебя. Да, все нормально, все я люблю тебя. Ну, вот. Проходит опять время какое-то. И снова Господь говорит ему, Петр, любишь ли ты меня? И Петр уже раздраженно говорит, я же сказал, я сказал, что я люблю тебя. Ну, я же люблю тебя. Ну, понятно уже все. Иисус не реагирует. Он говорит, следуй за мной. И представьте, все апостолы сидят, а Господь говорит только ему, следуй за мной. Ну, вот, был бы я, Петр, ну, как бы я себя не смирял, но все равно было бы ужасно приятно. И Петр, я так вижу эту картину, и вы видите со мной, поднимается, все сидят, ну, конечно, он скромный, смиренный, но Господь Иисус Христос никому не сказал, ни Матфею, ни Луке, никому не сказал, ни Иоанну сказал, Петр, следуй за мной. И он поднимается, и, конечно, скрывая, скрывая, ну, неудобно же, скрывая, он идет за Иисусом. И вдруг, что он видит? Иоанн, самый молодой апостол, тоже поднялся и тоже идет за ними. И вдруг человеческое возникло в Петре, в апостоле, камни, возникло, как в нас возникает. И в нем так же точно. И он говорит, обращаясь ко Христу, Господи, а он чего? Весь праздник испортил. И что ему Господь говорит? Он ему говорит и нам с вами, что тебе до того? Ты, ты следуй за мной. Что тебе до того? ты следуй за мной. И в этой жизни, когда много грязи, много лжи, много обмана, и мы говорим, ну, как же мы можем устоять? Ну, как же на это реагировать? Звучат слова Христа. Что тебе, Михаил, до того? Ты следуй за мной. Да, тебя обозвали, да, тебя обманули, да, тебе сказали, и душу испортили, и настроение поникло, и душа твоя плачет. Ну, что мне до того? Я должен в этой жизни следовать за Ним, и все. И самое главное, это любовь. Без любви нечего, нефига, говорят сейчас, нечего ходить за Ним. Без любви нет Христа. Там, где нет любви, в церкви любой, если нет любви, там нет Христа. Христос, это любовь, Бог, это любовь. И если мы живем в этой любви, мы должны проявлять эту любовь не только в церкви, а в каждом дне нашей жизни. И пусть Господь всем нам даст, Он дал сегодня установку. Мы вспомнили это слово из Библии. Что нам до того? Для нас главное следовать за Ним, за Ним. На этой дороге, где ждет Голгофа и каждый из нас в этой жизни может тоже почувствовать, что такое Голгофа. И нас распинают часто, и в нас плюют часто, и нам не верят часто. Но что нам до того? Нам нужно только одно следовать за Ним. И не просто следовать за Ним, а в любви следовать за Ним. В любви трижды, семьдесят семь раз и больше следовать за Ним. В любви. Слава Господу за то, что Он нас учит любить. Если бы наш Бог был самый великий, но в Нем бы не было любви, то это был бы не Бог, а Судья, а наш Бог, Бог любви, Бог радости. И пусть Он всегда будет в каждом сердце сидящих здесь людей. И пусть Он будет в сердцах тех, кто хотели прийти и не могли прийти. Пусть Он освящает нашу жизнь своей любовью. Нет большего света, чем свет любви нашего Бога. Слава Богу за эти минуты с вами. Слава Богу, что я могу всех вас видеть, а вы видете меня. Слава Богу, что мы чувствуем друг во друге тех людей, которым Господь поручил сказать слова о любви в этом мире лжей. Поэтому я знаю, если Бог продлит мою жизнь, а все может быть в этой жизни у каждого из нас, то я снова приду в ваш город света и буду наполнять его любовью, которую дал мне Господь Иисус Христос. И пусть благословение Божие коснется всех вас. Я вам оставлю на памяти, передам Дмитрию Владимировичу эту книгу, которая вышла у меня с предисловием Евгения Евтушенко. Я тоже много о любви говорю. Эта книга записана также на диске, а это вышел в Америке такой постер. Тут разные слова, которые я говорил в жизни. Вот первое вам прочитаю, что вчерашний день ушел, он не вернется, завтра может не прийти к любому из нас. И у нас есть только сегодня. Сегодня мы должны послужить Богу и людям. А сейчас с вашего позволения я помолюсь с вами. Пусть эта молитва будет не просто словами, пусть эта молитва приподнимет наши сердца к небесам, пусть эта молитва будет услышана Богом, пусть эта молитва будет отвечена нам сейчас, пусть в этой молитве прозвучит голос Иисуса Христа, который говорит заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Любить очень трудно, очень трудно любить в этой жизни, но если Христос с нами, мы можем это делать, мы можем любить, даже если нас ругают, даже если над нами издеваются, если нам говорят, мы лжецы, мы с ним Его ученики, мы с Ним Его свет. Итак, вознесем молитву нашему Господу. Отец наш Небесный, А вы, Отче, А вы, Отче, Бог Авраама Исаака Иакова, Бог всех народов, всех национальностей, Господи, Господи, мы знаем, что Ты есть, ибо Ты в нашей жизни. И Господи, я знаю, как много раз я стоял перед лицом смерти и не очень боялся, но Ты успокаивал меня, Ты держал меня своей рукой пронзенной и говорил, стой, стой, Михаил, еще надо жить, не волнуйся, я с Тобою, я с Тобою. Я знаю, что многим моим друзьям, которые пережили страдания, Господь тоже говорил, не бойся, как Он в Слове Божьем своем говорит, не бойся, я с Тобою. Боже мой, Боже мой, в этой жизни без Тебя нам очень трудно. Я прошу Тебя, Господи, я прошу Тебя, Господи, коснись сердца каждого человека, который сейчас стоит здесь, Господи, в этом лоне Твоем, в этой церкви, Господи, любви, в этом городе света. Коснись каждого, Господи, своей израненной рукой, и пусть каждое сердце осветится светом Твоим, Господи, светом Твоим небесным. Пусть каждое сердце просто загорится вот тем светом, который не опаляет, а который освещает мир наш. Боже мой, Боже мой, Боже мой, а вы, Отче, а вы, Отче, взываем к Тебе сейчас. Боже мой, как Ты наполнил сердце Духом Твоим святым, как Ты наполнил сердце, Господи, радостью Твоей небесной. Дай, Господи, каждому из стоящих здесь благословение на здоровье, дай благословение на познание Тебя, дай благословение на любовь, Господи, к этому миру, дай, Господи, ответную любовь, и помнить надо нам всем, Ты так делал, Господи, не важно, любит ли нас в ответ на нашу любовь, важно, чтобы мы не прекращали нашу любовь, чтобы мы не прекращали любить, ибо Ты так вел себя в этой жизни страшной, ибо Ты не прекращал любить. О, Боже мой, Боже, Боже, Абы, Отче, Абы, Отче, мы благодарим Тебя за эту жизнь, ибо каждому из нас Ты дал эту отдельную жизнь со страданиями, с печалями, но и с радостью, и с особой радостью, когда мы познали Тебя и можем в этой жизни быть с Тобою. Боже мой, Аба, Отче, Боже мой, Бог Израиля и других народов, Господи, Господи, сейчас мы стоим в Киеве и возносим Тебе благодарность, и приходим к Твоему трону, Господи, где Ты находишься, Бог нашей жизни, Бог любви, Бог надежд нашей, да будет надежда исполнена каждого из нас, в любви Твоей, Боже мой, Боже мой, и я благодарю Тебя за эту встречу в этой церкви, в этой церкви, где я слышу, я чувствую, Дух Твой присутствует, и присутствует Твоя любовь, Господи, и наполни эту церковь еще большей мудростью, еще большей силой, еще большей уверенностью, чтобы свет, который она излучает, чтобы коснулся многих людей на Украине, и чтобы люди стали жить не с завистью, Господи, а с любовью в этой жизни, Господи. Я знаю, мы не можем это сделать сами, но с Тобой это возможно. И я хочу сказать, преклоняя сердце свое, и все мы преклоняем сердца наши перед Тобой, и говорим, Боже мой, Боже мой, Ты дал нам жизнь, и как Ты говоришь в слове своем, за все благодарите, и мы благодарим за слезы и за смех, за радости и печали, мы за все Тебя благодарим, и я особо благодарю Тебя за то, что Ты привел меня в этот храм любви, в этот храм надежд, в этот храм ран, но раны исцеляются Тобой, Тобой, Господи, и за все Тебе мы благодарны, и за все мы говорим Тебе слава Тебе, Господу нашему, Господу любви за все Тебе слава и благодать, Господи Твоя, и дай нам больше любви в этом мире, и дай нам больше Твоей любви, и дай нам больше любви Тебя, а мы уповаем на Твою любовь, Господи. И все это молили, мы просили и говорили во имя Тебя, нашего Господа Искупителя, нашего Мессии, нашего Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Мы не прощаемся. Мы просто верим, что Господь назначит еще одну встречу, и мы будем вместе и будем славить нашего Господа, который соединил нас всех. Аминь. Аминь.